Приветствуем всех у нас на канале. На сегодня мы собрали следующие новости. Сериал по The Last of Us продлили на второй сезон. Capcom анонсировали специальную трансляцию по Monster Hunter Rise Sunbreak. Пользователи обнаружили возможное сюжетное обоснование отсутствия игры Quidditch в Hogwarts Legacy и многое другое. Behavior Interactive анонсировали открытое бета-тестирование своего проекта Meteor Maker. Оно пойдет с 6 по 13 февраля в Steam. Все участники получат эксклюзивную бесплатную наклейку. Напомним, запуск Meteor Maker ожидается 4 апреля на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One. Британское студио Gobo, помогавшее в разработке Redfall и Hogwarts Legacy, объявило о наборе сотрудников для развития франшизы Horizon от Sony. Над каким именно проектом будет трудиться команда, пока не уточняется. Студия Larian на своей странице в Twitter привела пример вариативности диалогов в предстоящей Baldur's Gate 3. Примечательно, что в посте демонстрируется только одна из веток, которую можно активировать, поговорив с компаньонами после битвы с одним из врагов. Цитата. Если вы гадаете, насколько вариативны диалоги в Baldur's Gate 3, то на изображении показаны некоторые из возможных ответов ваших компаньонов после сражения с определенным противником. Рафики для сравнения маншаба. Конец цитаты. Релиз Baldur's Gate 3 должен состояться в августе текущего года. Разработчики Wild Hearts опубликовали геймплейный трейлер, посвященный битве с одним из мифических существ. В ролике демонстрируются такие инструменты, как клинок-коготь и пушка. Выход Wild Hearts запланирован на 17 февраля для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Пользователи обнаружили вероятное сюжетное обоснование отсутствия игры Квидич в корядущей Hogwarts Legacy. Так, в недавнем превью заметили кадр, на котором студент одного из факультетов заявляет, что данный вид спорта был отменен директором школы. Цитата. Профессор Блэк был ужасен еще до того, как решил отменить Квидич. Конец цитаты. В то же время официального подтверждения от самих Avalanche Software пока не поступало. Релиз Hogwarts Legacy ожидается 10 февраля. Capcom анонсировали специальную трансляцию по Monster Hunter Rise Sunbreak. Стрим посвятят четвертому бесплатному обновлению. Его можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале разработчиков в ночь с 1 на 2 февраля в 2 часа по московскому времени. В ремейке Dead Space обнаружили отсылку на Dead Space 2. Так, при повторном прохождении сюжета в режиме новая игра плюс появляется несколько текстовых журналов. В записях приводится переписка между двумя персонажами, обсуждающими потенциальную работу на космической станции скопления на Титане, которая является центральной локацией сиквела. Недавно в сети появилась информация о том, что новая часть The Crew, именовавшаяся как Project Orlando, получит название Motorfest. А 27 января инсайдер и датамайнер ScriptLeaks R6 нашел возможное подтверждение этому. На своей странице в Твиттер он опубликовал изображение с предполагаемым логотипом проекта. Ubisoft информацию пока никак не прокомментировали. Разработчики MMORPG Gloria Vittis назвали дату выхода версии 1.0. Она станет доступна в Steam 7 февраля. Напомним, проект анонсировали в 2008 как At The Fields. В 2012 команда запустила компанию на Kickstarter. Еще через год продемонстрировала геймплей из пре-альфа-версии. А 9 июня 2016 года игра вышла в ранний доступ. Байкал Арт сообщили о готовящемся запуске демо Ассоузлайка Ashen Nights One Passage. Она должна появиться на предстоящем Steam Next Fest 2023, старт которого ожидается 6 февраля. В ровной версии пользователям будет доступна отдельная сюжетная история, головоломки и возможность опробовать два вида геймплея за разных персонажей. Бриданское издание Тейли Мэйл опубликовало фотографию со съемок экранизации игровой серии Borderlands. На кадре можно увидеть Кейт Бланшетт в образе сирены Элит. Дата выхода картины до сих пор неизвестна. Blizzard выпустила трейлер World of Warcraft Dragonflight, посвященный новой игровой активности торговой лавке. Так пользователи смогут получать торговые купоны за выполнение задач журнала-путешественника, которые будут обновляться раз в месяц. Их позволят обменивать на различные награды. Лавка появится 1 февраля. Издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Amazon начали работу над сериалом по игровой франшизе Tomb Raider. По словам журналистов, сценарий напишет Фиби Уоллер-Бридж. В то же время официального подтверждения от компании пока не поступало. HBO объявили о продлении сериала по The Last of Us на второй сезон. При этом на текущий момент вышли только два эпизода из первого. Также соавтор франшизы Нил Дракман на своей странице в Твиттере намекнул, что продолжение шоу может быть основано на The Last of Us Part 2. Студия Alchemy Interactive показала изображение обновленного облика кротокрыса из ремейка Первой Готик. Так, в отличие от оригинала, монстр стал несколько больше. Вдобавок, авторы отметили, что группа из трех-четырех таких существ может представлять серьезную угрозу для героя. Напомним, дата релиза проекта все еще неизвестна. А теперь свежая подборка скидок на игры для разных платформ от авторов канала. В Steam EA Sports FIFA 23 продается за 28 долларов. Watch Dogs Legion Deluxe Edition за 8 долларов. И The Elder Scrolls Online Standard Edition за 6 долларов. На Xbox Mad Max можно купить за 2 доллара. Tom Clancy's Rainbow Six Asada Deluxe Edition за 14 долларов. И Red Dead Redemption 2 за 20 долларов. На PlayStation Death Stranding Digital Deluxe Edition доступна за 20 долларов. Need for Speed Heat Deluxe Edition за 7 долларов. И Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration за 6 долларов. На Nintendo Switch Mortal Kombat 11 Ultimate продается за 15 долларов. Immortals Fenyx Rising за 12 долларов. И Rabbids Party of the Legends за 16 долларов. Благодарим за просмотр. Не забывайте оставлять лайки с комментариями, а также подписываться. Еще напоминаем про наши ТикТок и Телеграм-каналы, ссылки на которые в описании под видео. Оттуда же можно перейти на наши страницы Boosty Donation Alerts и помочь в развитии канала. Большое спасибо!